Тогда всем еще раз добрый день. Меня зовут Екатерина. Я представляю компанию лаборатория Касперского. Мы для вас подготовили решение для проведения тайных голосований на ваших ученых советах в РУДН. Сегодня я покажу интерфейс платформы и как можно, собственно, ее пользоваться. Я сейчас пошарю экран. Под руководством Казакова Екатерины Николаевны была подготовлена инструкция, где также пошагово описано, как можно легко воспользоваться платформой. В инструкции рассмотрены два варианта бюллетеней, которые рекомендуется использовать. Ссылку на инструкцию тоже вам скину. Вот сейчас вы видите мой открытый браузер. Основная ссылка, по которой вы можете найти панель организатора, называется rudn.polis.me. Она обозначена в вашей инструкции, так что вы там ее можете найти. С точки зрения самой платформы у нас существует две роли. Первая роль – это организатор, который является инициатором электронного голосования. У него есть свой личный кабинет, в который он может зайти, создать электронный бюллетень и в автоматическом режиме отправить данный бюллетень на голосование. С другой стороны, у нас есть участники. Это непосредственно те люди, которые принимают участие в голосовании. Вот вы сейчас видите панель организатора, и для того, чтобы мне в нее попасть, мне нужно ввести секретный ключ. У каждого организатора есть зарегистрированная в системе учетная запись. Она регистрируется, для вашего понимания, на корпоративный имейл, на ваш, который был указан при подаче списков, и этому имейлу присвоен секретный ключ, который вводится в данное окно. Если вы этот ключ потеряли, то восстановить доступ вы сможете по ссылке из почты. Для этого вы можете нажать «Войти по ссылке из почты», указать свою электронную почту, и вам на почту придет ссылка уникальная для входа. Так что, если потеряете ключ, ну, не пугайтесь, у вас есть запасной вариант. Значит, сейчас я возьму один из электронных ключей и зайду непосредственно в панель организатора. После входа вот так выглядит ваша панель, с которой вы будете работать. Есть такое меню слева, где есть большая кнопка, сигнализирующая о том, что можно создать новое голосование. Если вы нажмете на эту кнопку, вы видите, у вас создается в правой части экрана просто новый бюллетень, который абсолютно пустой. Количество создаваемых голосований организаторам не ограничено. Каждый бюллетень сохраняется как черновик автоматически, и все эти данные, которые вы внесете, они будут сохранены автоматически. То есть, если вы выйдете из этой системы, а потом зайдете в нее, никуда ваш бюллетень не денется, здесь будет его сохраненный шаблон. Основные настройки бюллетеня отображаются вот собственно в правой панели, основная панель, которую вы видите. В голосовании есть три шага. Первый шаг это создание голосования. Второй шаг, когда вы голосование запустите и вы будете видеть некую статистику по ходу голосования, а именно количество принятых голосов. Ну и третий шаг это результаты голосования, все отображается автоматически. В общем-то, все, что нужно делать организаторам, это заполнять непосредственно сам бюллетень. Вот я сейчас покажу два сценария, которые описаны в инструкции, как бюллетень можно заполнять. Первое поле заполняется названием вашего голосования. Согласно инструкции, первый бюллетень это выбор из списка фамилий, которые претендуют на должность, то есть участник голосования должен выбрать всего лишь одного человека из списка на эту должность. Я подготовила некоторый текст. Давайте назовем наше голосование как утверждение, например, кандидатуры на должность заместителя председателя ученого совета. Вот сюда вносится это название. Вы можете здесь полностью вводить текст, который вы хотите, то есть здесь все поля редактируемые. Второе поле это некое описание, то есть когда человек увидит ваш бюллетень, помимо основной повестки, которая указывается в названии, можно дополнить описанием, где вы можете расширить, согласно какому постановлению проводится это голосование, указать, сколько опций каждый человек должен выбрать при голосовании, ну и прочие какие-то детали, которые помогут участнику ознакомиться с этой инструкцией, и понять, что ему нужно сделать для того, чтобы проголосовать. Ну давайте вот какой-то текст я сюда тоже внесу. Кроме этого, вы можете придать такой более наглядный вид вашему голосованию и подгрузить изображение. Вот как раз фоновое изображение, кликнув на эту кнопку, вы можете подгрузить любое изображение, например, вашего университета или там какое-то другое подходящее изображение, которое будет больше подходить к вашему голосованию. После того, как вы указали повестку вашего голосования, вынесли некую короткую инструкцию, вы переходите к полю «Организатор». Здесь можно, например, указать название факультета или там конкретного, например, секретариата, который ответственный за организацию этого голосования. Дальше необходимо выбрать метод голосования. В вашем случае это всегда будет за один вариант ответа. Это прописано непосредственно в инструкции, но также там просто для вашего понимания есть и другие варианты. Можно выбрать из нескольких вариантов ответа, то есть любой человек будет видеть список опций, которые ему доступны, и может проголосовать за два и более вариантов ответа. Количество этих вариантов выбирается и зависит от того, какое количество опций сейчас в бюллетене заполнено. Либо третья опция – это распределение каких-то баллов. Но я еще раз повторюсь, что ваш случай – это всегда за один вариант ответа. Выбираете эту опцию и дальше переходите к выбору даты и времени начала вашего голосования. В этих настройках вы можете задать конкретную дату, когда ваше голосование начнется, и указать конкретное время. Начало вашего голосования. По кнопке «Подтвердить время начала» эта опция будет засетаплена в календаре начала голосования. Точно так же можно задать дату и время окончания вашего голосования. Если вы задаете какое-то конкретное время, дата и время для вашего голосования, то после запуска вашего голосования вы не сможете ничего изменить, потому что запись о вашем электронном бюллетене происходит в блокчейне. Все это сделано для безопасности, поэтому имейте в виду, что нужно очень аккуратно задавать эти настройки. Кроме опции «Дата и времени» вы можете выбрать опцию «Запустить сейчас» и, например, указать дату окончания вашего голосования. Давайте выберем дату окончания сегодня в 12.30. После того, как мы с вами указали название повестки, внесли организатора, выбрали метод голосования за один вариант ответа, указали начало и окончание нашего голосования, мы переходим к тому, как ваши избиратели будут получать доступ к вашему голосованию. И тот вариант, который приемлем для вас и описан в инструкции, что каждый избиратель должен осуществлять доступ по электронной почте. Здесь вы можете скачать пример файлика, который вам нужно подгрузить в систему с электронными адресами участников вашего голосования. Вы можете его скачать, открыть этот файл, и именно в этом файле нужно прописать имейлы и адреса тех участников, которые будут участвовать в голосовании. Просто заносите в колонку список имейл-адресов. В первой колонке вы можете указать имя, фамилию участников, но, в принципе, это не очень принципиально, а во второй колонке, абсолютно как показано в примере, нужно указать списки имейл-адресов. Просто внести... Екатерина, мы не видим файл. Екатерина, вы файл не показываете, извините, пожалуйста. Так, я вроде бы расшариваю полностью компьютер. Сейчас, одну секунду. Десктоп. Так, сейчас вы видите мой файл? Да, да. Да, да. Давайте еще раз тогда вернусь. Смотрите, когда выбираем доступ избирателей по электронной почте, у вас есть пример файла, который вы всегда можете скачать из интерфейса нашего продукта. Если вы кликаете на пример файла, у вас автоматически происходит скачивание Excel-файла, который нужно заполнить имейл-адресами. При открытии этого файла, сейчас, надеюсь, вы его видите, если не видите, пожалуйста, еще раз мне об этом скажите, его нужно заполнить. Первый столбец – имя, фамилия участника, второй столбец – это непосредственно имейл-адреса. Каждый имейл-адрес вносится в отдельную ячейку. Никаких дополнительных знаков вносить не нужно. То есть нужно все сделать, как указано здесь в файле примере. После того, как вы заполнили этот файл, его необходимо подгрузить обратно в систему Полис. Для этого здесь существует кнопка «Загрузить файл». Вам откроется окно, из которого вы должны выбрать список для загрузки. Я сегодня подготовила специально список загрузки с вами, как с участниками сегодня нашего обучения. Вот сейчас я подгружу весь этот список. После подгрузки вы увидите количество избирателей, которые распознает наша система автоматически. Вы можете сверить в ручном режиме, то есть открыть ваш Excel-файл и посмотреть, 48 ли избирателей в этом файле, и все ли эти избиратели были подгружены. Теперь еще раз. После того, как мы заполнили все предыдущие данные нашего электронного бюллетеня, нам необходимо указать варианты, за которые будет голосовать участник. Поскольку у нас происходит голосование, выбор кандидатуры на какую-то претендуемую должность, то здесь, соответственно, в вариантах ответов мы указываем конкретных сотрудников, их имена. Ну, давайте вот несколько опций я введу. После того, как мы добавили эти опции, каждому варианту ответа можно добавить описание, то есть вы можете указать, например, если у этого конкретного кандидата есть какая-то ученая степень или какие-то другие заслуги, или вы хотите указать какую-то дополнительную информацию об этом кандидате, вот здесь, в этом поле, вы можете добавить эту информацию. Кроме этого, вы можете подгрузить изображение вашего кандидата. Все это делается для того, чтобы придать такой некий более наглядный вид вашему голосованию. Вот сейчас я быстро заполню пару опций, подгружу некоторые картинки, и после этого мы можем считать, что наш электронный бюллетень с вами заполнен. Теперь, после того, как мы сформировали наш электронный бюллетень, заполнили все настройки и все поля, перед запуском голосования, а запуск голосования осуществляется по кнопке «Создать голосование», мы можем осуществить предварительный просмотр и проверить, как выглядит наш бюллетень. Если мы нажмем на кнопку «Предпросмотр», то в соседнем окне у нас полностью откроется наш бюллетень. Вот именно так будут видеть ваш электронный бюллетень участники голосования. Еще раз, они увидят повестку, они могут ознакомиться дополнительно с инструкцией, и они увидят список опций, за которые они должны проголосовать. Если вы убедились в том, что все данные электронного бюллетеня заполнены совершенно правильно, то вы можете создавать голосование. Когда я нажимаю кнопку «Создать голосование», всем участникам из списка с имейл-адресами, который был подгружен в нашу систему, автоматически придет уведомление на электронную почту о том, что они приглашены участвовать в голосовании. Вот сейчас, сегодня максимальному количеству участников, которые присутствуют на сегодняшнем обучении, ушло письмо, приглашение в голосование. И теперь нам нужно посмотреть, как выглядит, собственно, интерфейс участника. Вот организатор в своем интерфейсе, здесь по ходу голосования будет видеть, какое количество человек из списка проголосовало. И таким образом ему отображаются данные по явке голосования. Вот вы сейчас можете посмотреть свои электронные почты, если у вас есть такая возможность, и осуществить голосование. Я же покажу, как выглядит интерфейс участника голосования для вашего понимания. Я перейду в свою электронную почту. Вот вы видите, у меня первое письмо, что Институт иностранных языков проводит голосование, утверждение кандидатуры на должность заместителя председателя ученого совета. С вариантами, за которые я должна проголосовать, то есть перед переходом на страницу голосования я могу подумать, за кого я должна проголосовать. Обозначено время голосования, что оно пройдет 15 мая с 12 до 13.00, и указан организатор. По кнопке «Перейти» открывается моя уникальная ссылка как участника голосования. И здесь, именно по этой ссылке, мне уже доступен веб-интерфейс участника голосования. Опять, что я могу видеть? Я могу видеть некий таймер, сколько времени осталось до завершения голосования. Прошу прощения, он на английском, просто у меня все браузеры установлены на английском языке, у вас, соответственно, эта информация должна отображаться на русском. Здесь вы видите повестку голосования, опять же, все опции, инструкцию о том, как нужно осуществить голосование, и те опции, за которые я должна проголосовать. Я могу выбрать опцию, за которую я голосую, и проголосовать. Кроме этого, в интерфейсе участника, вы видите, автоматически, если у меня есть какие-то еще открытые голосования, в которых я не приняла участие, появится вот такое окошко, которое сигнализирует, что я должна перейти в следующий электронный бюллетень и также отсуществить в нем голосование. У меня, как у участника, есть меню, в котором отображается список абсолютно всех голосований, которые у меня есть. А также я могу перемещаться вот с помощью таких стрелочек на верхней панели и смотреть все электронные бюллетени, которые у меня есть, как у участника. С точки зрения организатора, вот смотрите, видите, у нас в реальном режиме проголосовало 23 участника, явка составляет на текущий момент 50%. До конца голосования у нас осталось 37 минут, и результаты голосования будут доступны по завершению этого голосования. Что касается, давайте попробуем создать второй бюллетень. То есть мы создали бюллетень согласно инструкции по типу 1. Это выбор из списка кандидатов, которые претендуют на определенную должность. Но у нас также в инструкции есть второй тип бюллетеня, который подходит в сценарию голосования в РДН. Это выбор вариантов да, нет или за, против по конкретной какой-то предполагаемой позиции или должности. Вот давайте второй такой бюллетень создадим. Из возможности интерфейса вы можете создавать голосование путем копирования текущего голосования. Эта кнопка находится в правом верхнем углу, называется «Дублировать». Если вы на нее нажмете, то ваш бюллетень, полностью уже заполненный, скопируется. Если вам это удобно, все данные, кроме списка избирателей, будут заполнены, и вы можете продолжить редактирование этого бюллетеня, например, на какой-то конкретный список избирателей. Давайте создадим голосование по второму типу бюллетеня. В названии давайте укажем, например, что нужно проголосовать за введение полной ставки, например, по какому-то профессору первой категории. Добавим описание, которое я уже подготовила. Опять напоминаю, что описание – это такая некая инструкция для того, чтобы участник голосования понимал, что ему нужно сделать. Здесь конкретно в этой инструкции указано, что необходимо проголосовать за или против. опять же, можно задать имя организатора. Выбрать метод голосования. Повторюсь, в вашем случае это один-единственный вариант, поэтому мы выбираем за один вариант ответа. Выбрать дату начала и дату окончания. Давайте выберем вручную. Опять подгрузим список участников голосования. Екатерина Алексеевна, я прошу прощения, вот, а если не работает панель голосования, вот мы сейчас смотрим на рагу, да, и у меня не активна ни одна из клавишей, а я смотрю, что люди уже проголосовали. Вот как быть в данной ситуации? Вы имеете в виду, вы не можете выбрать опцию из предложения? Да, я имею в виду, что они у меня не активны. Ни одна из двух предложенных вариантов. А вы можете в квадратике, где нужно, собственно, проставить галочку, навести туда мышку и кликнуть по квадратику? Собственно, я это и делаю. Там наверху написано «Голосование закончилось». Нет, у меня голосование не написано, закончилось. Вот, да, про яблоки и этот. Да, это не обращайте внимания, это вам сейчас добавлено просто было тестовое голосование, как бы мы работаем, смотрите, по голосованию, которое называется «Утверждение кандидатуры на должность заместителя председателя ученого совета». А, то есть «Сарагу» мы не трогаем? Нет, нет, нет. Это вам пока тестовое голосование, потому что наша команда завершает некоторое тестирование нашей системы, поэтому на него не обращайте внимания. Так, понятно, спасибо. Вот, я сейчас вам отправила второе голосование. Вижу, что уже 8 человек проголосовали за него. Вот это голосование я запланировала с мануальным завершением, ну, то есть где я вручную в панели организатора могу это голосование завершить. Кнопка, у такого голосования появляется кнопка «Завершить голосование». Поэтому если я вот сейчас нажму «Завершить голосование», то у нас отобразятся результаты голосования. Эти результаты автоматически отображаются и в панели организатора, и в панели участника голосования. С точки зрения организатора у нас есть протокол голосования, который можно сохранить в формате PDF или распечатать их прямо из интерфейса системы. Для этого есть вот такая кнопка «Распечатать». Если вы на нее нажимаете, то вам отображается протокол голосования, где указана повестка голосования, результаты этого голосования в процентах и в абсолютном выражении, а также детали этого голосования. Явка, количество участников, начало и окончание, как осуществлялся доступ голосующих и метод голосования. Вот этот файл... Извините, а где указывается фамилия? Фамилия вот этого профессора, где указывается? Не видно бюллетень. Ну, я... Смотрите, в название я профессора не вносила. У нас было голосование по выведению полной ставки конкретного профессора первой категории. Если вы в названии укажете там профессор такой-то первой категории, полная ставка, тогда он здесь, естественно, это отобразится. То есть здесь отображается все то, что вы... Можно я приступить? Уважаемые коллеги, у нас будет только то, что необходимо в наших бюллетенях. Будет написано Иванов Иван Иванович, профессор на должность профессора, ставка 0,1 там или 0,5 и так далее. То есть все будет так просто, это как пример. Вот здесь, где профессор, впереди будет напечатано фамилия, имя, отчество и его должность. Все так, как у нас в бюллетене. Спасибо. Прошу прощения, Екатерина, а как проголосовать? Вот у меня пока я не вижу, у меня написано, что вы не голосовали и процентное соотношение, сколько голосов за, сколько против. Я, смотрите, завершила голосование, поэтому после его завершения в ручном режиме голосование вам больше недоступно. Я это сделаю сейчас в реальном времени. Если голосование запланировано, как у нас в первом случае, с утверждением кандидатуры, вот вы видите, что до окончания голосования еще осталось 30 минут, и, конечно же, каждый участник может проголосовать до его завершения. А можно вопрос задать? Да, конечно. Вот в инструкции по использованию системы электронного голосования там указано, что мы должны заводить e-mail членов ученого совета. Смотрите, мы заводим всех членов ученого совета или только присутствующих? Потому что как быть в той ситуации, если человек не присутствовал на заседании ученого совета, но при этом является членом ученого совета, и, допустим, он проголосовал, но при этом на заседании не присутствовал? Как учитывается явка его? Или же мы вообще ему бюллетень не рассылаем? Смотрите, я, наверное... Да, спасибо большое, Екатерина Николаевна. Добрый день, коллеги. Да, это вопрос не столько к Екатерине Алексеевне, а вопрос, как у нас будет организован учет кворума и голосование. Вот этот момент, все эти моменты мы должны учесть в том регламенте, который я вчера отправила всем членам ученого совета. Если вы являетесь ученым-секретарями, ваши деканы, директоры должны были вам его отправить для ознакомления. Вот конкретно этот вопрос там пока не записан, потому что он сложный. Мы изначально обсуждали его с Владимиром Михайловичем Сакчином, с ученым-секретарем ученого совета университета, но пока не пришли к единому мнению. С моей точки зрения направлять бюллетени для голосования можно только тем членам ученого совета, которые были учтены в качестве присутствующих. И, соответственно, наверное, запускать голосование можно будет только после того, как начнется ученый совет. Вот этот вопрос нужно будет как-то отрегулировать, пока мы еще думаем. Но логичнее было бы делать так, да, отправлять только тем, кто присутствует, а не всем членам. Спасибо большое, понятно. Так, значит, мы с вами посмотрели, как можно создавать голосование из панели организаторов, как выглядит ход голосования и результаты голосования по его окончанию. про доступы я тоже рассказала. С точки зрения пользователя, смотрите, всегда при участии в голосовании результаты обновляются автоматически. Если участник там по каким-то причинам вот эту ссылку, ну, закрыл ее, такое тоже бывает, участник всегда может перейти к голосованию по ссылке, которая у него хранится в почте, то есть по приглашению. всегда это можно будет сделать. Ну, наверное, с моей стороны все с точки зрения обучения. Если есть какие-то вопросы по созданию бюллетеней, давайте, наверное, можем по ним пройтись. Можно еще прокомментировать такой вариант? Вот, например, у меня в почве так и не пришло приглашение на голосование. Я боюсь, такие же моменты могут возникать и с членами ученого совета, когда мы создаем. Как это регулировать? Да, смотрите, у меня просто сегодня списки голосующих поступали в реальном режиме времени, и я этот файл не дозаполняла, поэтому я сразу оговорилась о том, что кто-то может не получить такую ссылку, просто потому, что он не был изначально добавлен в этот файл. То есть, если в файле все корректно, то все должны получить? Да, абсолютно, совершенно верно. Возможно, но эта ситуация крайне редкая и какое-то письмо может попадать в спам, но мы вроде с вашей IT-службой этот вопрос как бы решили и вот в любом случае на ваши домены и те имейл-адреса, которые указаны в списках, с вероятностью там 100%, всем должны поступать ссылки на голосование. То есть, таких ситуаций, что кто-то не получил, не должно быть. Система их пронусматривает. Ссылка на полис, на это приложение программы существует отдельно? Как вот заходить на самую первую страницу? Когда мы можем ключ свой вводить? Да, самая первая страница это просто ссылка rudn.polis.me можно вопрос? А как мы уже зарегистрированы, то есть, мы уже сейчас можем войти и какой ключ использовать при этом? Да, у нас списки там, предварительно на кого-то уже учетные записи зарегистрированы. По окончанию нашего сегодня с вами обучения эти списки будут переданы Виктору Федоровичу и, наверное, найти службы и я думаю, что вы там сами внутри сможете на тех, на кого зарегистрированы им будут переданы их ключи. Можно еще вопрос? Катерина, скажите, пожалуйста, если участник не является сотрудником РУДН, то есть, у него нет корпоративной почты, ну, например, это член диссертационных советов, как с ними быть? Они будут иметь доступ к этой программе? Можно я отвечу на этот вопрос, Дробышева Лилияна Валерьевна? Значит, у нас на сегодняшний день созданы практически на всех сторонних созданы корпоративные почты именно для этого, для участия в голосовании и для участия в видеоконференции при защите. Если такое будет возможно, если мы примем это решение. Но вот у нас есть члены ученого совета сторонние, которые не являются сотрудниками РУДН. Если адреса почты не в домине РУДН, они смогут проголосовать? Или для них нужно завести отдельную почту? Смотрите, участник голосования, он вносится, еще раз, вот в этот файлик, который вы загружаете в систему. Это могут быть абсолютно любые люди, и они идентифицируются по имейлу-адресу, который внесен в этот файлик. С точки зрения организаторов, учетные записи подавались у вас, я так насколько понимаю, от каждого факультета или какого-то подразделения внутри РУДН. Вот те имейл-адреса, которые были поданы как организаторы, на них учетные записи будут созданы. Я дополню, Екатерина Алексеевна, Казако, Екатерина Николаевна, спасибо, что напомнили про наших внешних членов. Значит, этот вопрос мы тоже отразим в регламенте, который будем принимать в понедельник на ученом совете, и, соответственно, там будет два варианта. Либо мы будем использовать адреса их личных почт, либо мы будем присваивать им адреса к нашей корпоративной почте, и тогда это через службу Игоря Петровича Василюка процедура там будет прописана. Екатерина Николаевна, можно я скажу? Блажаемые коллеги, Екатерина Николаевна, давайте мы вот все-таки будем придерживаться тех правил, как и было, и постараться этот регламент, чтобы он повторял все то, что мы делали. Я предлагаю не выдумывать никакие их почты, которые у них есть личные, переличные и так далее. Вот Лилияна Валерьевна правильно сказала, мы даем свою почту РУДН на них, и по этой почте делаем рассылки. Никакого другого варианта не должно быть. Так же, как в ДИС-советах, так же и в ученых советах. Это моя точка зрения, она наиболее правильная, потому что раз они у нас в Совете, они у нас голосуют, и никто не должен путаться, все должны знать, что именно почта Российского внесет дружбу народов. И по явке тоже, то, что вы говорили, вот обсуждать на ученом совете, мы, ученый совет, начинаем там условно в 15.00, открываем голосование, все, кто явился на ученый совет, те, кто присоединился. Ведь ученый совет как? Явку проверили, 43 человека, да? И начали, сказали, 43 присутствуют, все. Значит, другие уже, кто позже, они уже не участники. И всем этим 43 мы разослали, время указали там, пока мы ведем ученый совет, три часа, через три часа голосование закончилось или там раньше. И все вот именно так, как мы и делали, чтобы не вносить никакой сумятицы. Спасибо. Виктор Федорович, вот я с вами соглашаюсь, но есть некоторые особенности использования и присвоения корпоративных почт, потому что мы предусматривали, что для лиц, которые сторонние, ну, к примеру, сами кандидаты на должность, да, поскольку они имеют право присутствовать на заседании ученых советов, мы будем им открывать адрес корпоративной почты исключительно временно, то есть на день голосования. Поэтому я предлагаю, да, ваш вариант безусловно поддержать, но дополнительно я проговорю его с Игорем Строевичем Васильевом или с кем-то из его команды для окончательного разрешения, для присвоения то есть такого адреса на постоянной основе. Екатерина Николаевна, скажите, пожалуйста, ученый секретарь факультета непрерывного мед. образования, нужно ли к протоколу заседания распечатывать файл, который мы загружаем, потому что фактически это на собственно ответственности ученого секретаря, кого он заносит в этот список. Должны ли мы прикладывать к протоколу вот список этих электронных адресов, то есть тот файл, который мы подгружали для голосования? Такой вариант мы не рассматривали, если говорить о списке электронных адресов. В регламенте предусмотрено то, что к итоговому протоколу ученого совета будут предлагаться результаты голосования, протоколы голосования. Но в связи с этим вот Ирина Петровна здесь Герасимова, проректор по административной работе, просит тоже дать ей слово. Мы обсуждали вопрос, и тут больше он будет адресован к вам, Екатерина Алексеевна, можем ли мы отдельно печатать или сохранять в течение длительного времени, к примеру, в течение пяти лет, не столько результаты голосования, а сколько сам сформированный бюллетень, где будет видно наименование должности, либо вопрос, да, и кандидаты, и, соответственно, какие-то позиции по голосованию. Может быть, Ирина Петровна пояснит еще у нее вопросы? Да, смотрите, вот сам сформированный бюллетень, когда голосование завершено, естественно, он будет храниться на период действия вашей лицензии. Сейчас это один год, но как бы там не проблема продлить эту лицензию дальше по итогам, да, если вы там на постоянной основе начинаете этим пользоваться. Посмотреть данные этого бюллетеня можно, вот есть такая кнопочка вывести на экран, здесь будет обозначена как-то повестка голосования, сколько проголосовало за против. Сам протокол голосования тоже вот по кнопке распечатается, он будет храниться в панели организатора тоже вот в настоящий момент до года, но это не проблема его там продлить срок действия хранения. Нет, а можно ли вот распечатать ту форму, которая будет сформирована на момент или в том состоянии до запуска голосования? Вот перед тем, что мы нажимаем запустить голосование. Ну, в целом, смотрите, сейчас такой функции нету, но, наверное, можно как-то заполнить, ну, из самой системы сохранить бюллетень до его запуска, сейчас такая функция не предусмотрена. То есть я подразумевала, что у вас есть, ну, например, там, в Орде, на базе которого вы делаете, создаете бюллетень здесь какие-то данные, что у вас есть документ, на базе которого вы создаете бюллетень в электронном формате. Ирина Петровна, Ирина Петровна, ваше мнение. Да, я здесь, Дорогий День коллеги. То есть, Катерина Алексеевна, а что вы имеете в виду, что у нас какой-то документ должен быть, то есть мы должны подготовить какой-то регламент, закрепить вот эту процедуру голосования в электронном виде и этим руководствоваться? Вот что вы имеете в виду? Не, я имею в виду, что если у вас есть бюллетень, который вы раньше использовали там для печати, ну, там, например, это в Орде какой-то документ, то, может быть, имеет смысл его сохранять. Сейчас в системе скачать вот заполненный электронный бюллетень, если вам требуются вот эти данные, да, которые здесь заносятся, вот такой возможности нет. Понятно. Передать... Да. В команду я передам о том, что можно ли добавить функцию скачивания заполненного бюллетеня. А можно еще вопрос? Можно ли распечатать... я еще не закончила. Можно я продолжу? Извините, пожалуйста. Да. Мне еще один такой вопрос. Елена Николаевна, может, вы тоже мне прокомментируете. В установленном порядке у нас процедурой голосования занимается счетная комиссия. Я так понимаю, да? Вот. Все, что сейчас мы говорим, заполнение, внесение информации, подключение, внесение почтовых адресов, которые начинаются с момента заседания ученого совета, если этим будет заниматься ученый-секретарь, вести заседание он просто не сможет. Он будет целый, скажем, всю процедуру проведения времени ученого совета вносить информацию, скажем, вот в эту систему. И ни разу сегодня у нас не затрагивался разговор про счетную комиссию. То есть, если мы выбираем председателя счетной комиссии или счетную комиссию, то есть, это всегда у нас другие люди, как они будут заниматься и заполнять эту программу. Я так понимаю, это их функционал, счетная комиссия. Счетная комиссия призвана исключительно для того, чтобы подсчитать голоса. Как я вам уже объясняла, счетную комиссию мы сохраняем исключительно для работы на заседаниях ученого совета университета и только по вопросу представления работников с ученым званием. В процедуре прохождения по конкурсу и выборов на должности счетная комиссия исключается, она не нужна. Поскольку счетная комиссия считает результаты голосования, то процедура подготовки бюллетеней, она остается по-прежнему за ученым секретарем. В регламенте по предложению Алексея Юрьевича Абрамова, который был озвучен в ученом совете, я предусмотрела позицию того, что доступ к личному кабинету и формирование голосований может быть предоставлен не только ученому секретарю, но и некому иному второму работнику техническому, который бы мог в этой части как-то помогать, следить и тоже контролировать. Я предполагаю, что ученый-секретарь все-таки бюллетени, основной такой пул бюллетеней, основную информацию он должен сформировать до заседания ученого совета. другое дело. Я поняла, Екатерина Алексеевна сказала, что только в момент, когда все зарегистрируются, можно будет формировать. Или я неправильно поняла, Екатерина Алексеевна? Смотрите, создавать, создавать. И мы начинаем после этого создавать бюллетень голосования. Правильно я поняла ваши комментарии? Смотрите, после входа в систему создавать бюллетень можно в любое время. Это не обязательно должно осуществляться непосредственно в день вашего заседания. То есть это можно делать за неделю до заседания. Создание бюллетеня здесь просто происходит в любой момент, который вам удобен. Я правильно на ваш вопрос ответила? Екатерина Алексеевна, можно я отвечу? Ирина Петровна, бюллетень для голосования создается каждым секретарем ученого совета или диссовета непосредственно за день, я условно говорю, перед голосованием. Если этого человека нет, то легко он убирается из списка и его нет. Но обычно забивается сразу вот так, как это делается секретарями нашего ученого совета. Бюллетени они готовят заранее и раздают уже нам на заседание. Также секретарь забивает вот это дело, как показано было. И во время того голосования, когда уже известно, кто есть, все списки на кого, вот я 25-го уже буду, то есть в понедельник буду выносить, вот мы попробуем сейчас как раз вот это все продемонстрировать. Все люди будут заранее в списке подготовлены и мы проголосуем за них вот так, как и голосовали. То есть здесь не то, что когда сейчас мы на заседании ученого совета начнем формировать список. Нет, конечно, заранее. Ну да, я вот это именно введу. Это можно все будет сделать заранее. Да? Хорошо. Еще, если можно, Екатерина Алексеевна, вот эту инструкцию, которую вы демонстрировали сегодня, можно ее сделать как приложение к временному регламенту? Вопрос, наверное, Екатерина Николаевна, вы мне поможете. Можно ли у вас? Нет, я считаю, что приложением к регламенту мы делать не будем, потому что инструкция у нас фактически освещает техническую сторону работы программы и будет применяться не только в работе ученых советов, но и в работе диссоветов и других органов, если это будет необходимо. При этом у меня в моем регламенте, я думаю, тот регламент, который готовит Галина Валерьевна, в обязательном порядке будет содержаться ссылка на данную инструкцию. Мы обсуждали с ДРЧР, данную инструкцию можно будет просто где-то разместить, может быть сет, еще какие-то варианты, это нужно отдельно придумать для доступа к ней ученых секретарей. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, если создать накануне голосование, рассылка приходит по списку заранее или в указанный период голосования? Хороший вопрос. Если вы создаете голосование заранее и именно запускаете его, то на почту каждому участнику придет предварительное уведомление о том, что в такой-то день состоится голосование, и второе уведомление приходит непосредственно в момент голосования. Опять же, на почту участника поступает напоминание о том, что ему нужно присоединиться к голосованию и проголосовать. То есть, если рассылка сделана заранее, то в день голосования список голосующих изменить я уже не смогу. Правильно я понимаю? Да, не сможете. Более того, любое запущенное голосование, вот созданное, никаких изменений произвести невозможно. Для этого необходимо проверять голосование перед запуском. здесь есть и предварительный просмотр, и там убедиться, что в списке правильно внесены. То есть, правильнее создать шаблон накануне, а уже, например, во время ученого совета, когда я вижу, кто присутствует, подгрузить список или как вот это технически сделать. То есть, чтобы не тратить время на самом ученом совете для создания голосования, я могу сделать эти шаблоны заранее. Вот я вижу слева есть у нас старые шаблоны, которые можно использовать. Ну, подгружать список для голосования, вот как это можно установить время? Да, подгрузить список вы можете непосредственно перед началом вашего голосования, если у вас список формируется только в этот день. Если вы знаете его заранее, вы можете его тоже подгружать заранее. Ну, вот тут проблема, мы его узнаем только когда люди зайдут на конференцию, что они присутствуют на собрании. Екатерина Алексеевна, в связи с этим можно вопрос, а можно распечатать, ну, сделать выгрузку тех, кто голосует, ну, то есть тот список, который подгружается для голосования, чтобы было видно, кому это отправлено. вы же сами подгружаете этот список изначально, значит, вы уже знаете, кто будет голосовать из этого списка. По итогам выгрузить список кто и как проголосовал невозможно, потому что голосование на полис, оно полностью анонимное и тайное. меня не волнует кто как проголосовал, меня волнует кто голосовал. Ну, это и есть как бы уже информация о том, кто и как голосует. Ну, то есть, еще раз, вы управляете списком на этапе, когда вы его подгружаете. Вы знаете, какое количество людей вы пригласили. Екатерина, Екатерина, можно я отвечу? Уважаемые коллеги, все это просто. Вот сейчас, первый раз вы сегодня сделаете и увидите, что очень просто. У вас есть список ученого совета или диссовета. Он у вас забит, с почнами совсем все есть. Кто будет голосовать? Вот начинается заседание ученого совета. Да? Все. Мы увидели, что, как сегодня, сколько? 41 фамилии все справа есть. Вы увидели, что 40 или 30 или 25 ваших человек, которые справа начали, то есть приступили к работе. Они находятся на заседании ученого совета или диссовета. Вы берете этот список у вас, который на компьютере, оставляете только тех членов ученого совета или диссовета, которые есть, и запускаете голосование. Все. И дальше время указано, например, пока идет ученый совет или диссовет, там 2 часа или 3 часа, идет это голосование. Все. Мы обычно вообще голосуем по 15 минут. Поэтому, в принципе, если мы знаем, когда будет время голосования, мы четко выставляем те же 15 или 20 минут, и потом идет доклад на ученом совете в конце о результатах голосования. Спасибо. Вы понимаете, какая возникает проблема? У нас одно голосование на одну кандидатуру. Кандидатур по избранию бывает порой 20-40. Это значит, надо во время совета мне, как ученому секретарю, 40 раз или 20 раз запустить голосование. И если я буду каждый раз выверять этот список и подгружать, это уйдет у меня весь ученый совет, я не смогу участвовать в самом совете. Только этим и буду заниматься. Олеся, вы поднимаете очень важный вопрос, и он мне очень понятен. Поэтому мне думается, что лучше запустить и раздать бюллетени заранее, и эти секунды, кто когда пришел, не принимать внимания. Проколосовал человек, значит он принял участие в собрании. И тогда этой путаницы не будет, потому что следить, имея 50 бюллетеней, имея 50 членов ученого совета за считанные доли минут, это невозможно сделать. Понимаете, будут ошибки, на которые потом будут тыкать и оспаривать. Поэтому это делать не нужно, как мне думается. Лучше отправить приглашение заранее всем членам ученого совета по стандартам, как говорится, адресам. Кто примет участие, примет участие. Не примет, это его право. И тогда этой путаницы у нас не будет. Это первый вопрос, который я принимаю внимание, потому что Олеся поднимает очень важный технический вопрос. И второе, поскольку результаты голосования утверждаются в частности ученым советам, вы должны преподнести результаты таким образом, чтобы члены ученого совета еще час не просматривали всякие результаты, а очень компактно оценили. Да, нет, не приняли решение. Утверждаем. Как это сделать? Что система позволяет в этом направлении сделать? Как оптимизировать форму представления и результатов? Чтобы их по-новому не зачитывать по каждой кандидатуре в отдельности, понимаете? Иначе мы растянем до свидания очень на долгое время. Ну, смотрите, есть возможность каждый организатор может вывести на экран конкретные результаты голосования, если у вас есть проектор. 50 человек будет в понедельник, если мы примем решение с Ликтором Федоровичем, что мы готовы к этому. 50 бюллетеней, 50 фамилий. По каждому надо довести людям информацию о том, каковы результаты. Как это сделать? Можно вывести переключение, да, как это сделать? Можно это сделать единым файлом, выведя на экран по всем 50 кандидатам, просто листая страничку в страничку, этого нельзя сделать? Нет, каждое голосование придется выводить отдельно, да. Вы видите, это значит, понимаете, 50 человек и только эти клики сколько займут времени. Екатерина Алексеевна, скажите, вот смотрите, я не вижу, Владимир Михайлович, я не вижу, вот зачитывает нас председатель счетной комиссии и говорит. Виктор Петрович, нет никакого председателя счетной комиссии, мы договорились. Нет, нет, так я говорю по времени, вы так говорите, как будто зачитывают быстрее. Вот профессор такой-то, вот раз, клик, следующий, вот Екатерина Алексеевна, можно вот следующий клик и вот так будет профессор 2-ой, 3-ый, 4-ый, чтобы шло сразу конечно можно вот у вас есть завершенные голосования вы заходите в каждого у вас здесь будет написано какой профессор выводите на экран можем и вот этот профессор 1 иванов как как изучить так так и здесь можно вот например сейчас иван вот профессор первой категории теперь следующий клик нажали такой-то столько за правильно можем же было так одним файлом я так констатирую сделать нельзя кликами списком у нас тоже никогда не бывает ну как не бывает у председателя комиссии как говорится акт глазами он быстро зачитывает вам вас же смотрите кто-то этот акт готовит кто-то ручками все фамилии переносит в один файл который вы распечатывали и там передает человеку который все это дело зачитывает ну здесь просто меняется схема и все что нужно сделать это выводить результаты по каждому человеку но это один клик что вы имеете ввиду под единым файлом вот как вы сейчас выводите по каждому скажем иванова петров сидоров и вот эти результаты поставляю напротив каждого нет просто у вас голосование по каждому по каждой кандидатуре было отдельным это отдельное голосование ну я я платифицирую внимание на это владимир михайлович но по времени если сейчас запустить вот это она еще будет быстрее чем каждый ну я просто я старше какие возможности спасибо екатерина николаевна скажите пожалуйста чисто юридически разве мы не имеем право проголосовать даже в принципе до начала заседания ведь это четко идет рассылка только членом ученого совета такие ситуации что люди присутствуют и голосуют за одно потом ну по каким-то причинам отсутствует на совете случайно ушли то есть чисто юридически вот такой призыв плохой поскольку члены ученого совета должны принимать решение на основе поступившей аргументации не выслушав ее трудно принимать правильное решение поэтому призыв ваш не очень корректно владимир михайлович за меня ответил екатерина алексеевна можно вопрос вот у нас в чате есть вполне справедливый вопрос я думаю коллег возникают в других факультетах тоже такие ситуации когда голосование в одном бюллетене но к примеру вот марина альсан нарушена пишет подскажите если голосование должно быть в одном бюллетене где представлено три кандидатуры на две ставки да у нас действительно бывает так что у нас объявлен конкурс например на две должности доцента и каждая из них по ном пять ставки и подало на эти две позиции три кандидата поэтому логичнее объединять такое голосование в один бюллетень и писать вводить туда всех трех кандидатов но кандидатов но при этом выбирать не один вариант ответа а несколько вариантов ответа вы когда в начале презентации говорили о том что в нашем варианте предусмотрен один вариант ответа это действительно так либо мы это можем менять и вы это озвучили как преимущественный вариант вы можете это менять и в методе голосования нужно выбрать несколько вариантов ответа и да и указать какое количество вариантов каждый участник должен выбрать при голосовании потому что на две должности или на 3 если будет три до цента по 0 5 ну да хорошо спасибо екатерина алексеевна и простите ради бога я опять возвращаюсь к тому же для диссертационных советов важно присутствие людей то есть как такового явочного листа у нас нет у нас есть только те кто подключить подключились мы можем распечатать качестве выгрузки кто подключился чтобы это было документально вложено в дело ну по результатам вашего голосования во первых явка фигурирует в самом по ходу голосования в панели организатора плюс я уже показывала при распечатывании конечного протокола голосования я поняла интересует конкретно кто присутствовал иванов петров сидоров можно ли с вашей программы сделать выгрузку вот смотрите у нас изначально обсуждался вариант как бы тайного голосования вот та версия решения вы меня не услышали меня не интересует кто как проголосовал меня интересует просто кто голосовал вот сейчас такой такой список скачать в текущей версии невозможно но мы можем эту функцию вам добавить если она нужна очень нужно это может служить регистрационным листом для участия собрания хорошо я запишу себе там этот момент обсудить екатерина алексеевна вот извините а когда вот регистрируемся вот как сегодня например вошли начало заседания 20 15 00 там по-разному бывает да и вот то что задает лилиана валерьевна и владимир михалович вот мы же зарегистрировались вот сейчас мы увидели кто правильно вот наше же присутствие справа когда мы смотрели 41 человек и так далее мы же вот этот список справа можем распечатать который является он же означает что мы включились и мы находимся вот сейчас на учебе или на голосование на стане ученого совета или диссовета спрашивает лен валерь на что ей важно кто присутствовал сколько человек потому что это важно для результатов голосования иначе тогда они будут признаны недействительными виктор но сейчас фактически говорить о регистрационном листе и о порядке работы с программой не поле satins ну и почему задать и игорю сургану вопрос ну извините я думал может это можно ну потому что нет я думаю что можно просто делать копию краны распечатать но это не означает что присутствующие проголосовали или нам не важен флаг голосования только присутствия то есть все кто присутствует мне не все же могут принять участие в голосовании но фактически нам нужен лист из программы teams присутствующих тот вопрос который задавали ян валерный тот который фирмен алексеевна взяла в разработку это вопрос другу сделать я не вижу проблем сделать копию крана и увидеть список в конце концов можно потом по запросу есть слагирование каждого мероприятия по запросу можно список всех пользователей даже при временной когда он присутствовал и уходил увидеть ну вообще а скрин экрана делать достаточно тяжело когда большое количество участников они же не вымещаются все в одну страничку программа у нас еще на заседании в teams присутствует не только член ученого совета присутствует бывает и заучи и другие то есть не запрещено присутствует людям голосует отдельно другие только член ученого совета для диссертационных советов список и steam с явно совершенно не подходит потому что вообще публичная защита может быть кто угодно и соответственно действительно нужно нужна выгрузка из полиса для фиксации голосовавших правильно поэтому я и пыталась этот добиться и сказали что это можно будет сделать для нас это будет как явочный лист кто голосовал нам важно кто участвует я бы хотела уточнить я правильно понимаю что списки все-таки формируется по тем присутствующим которые на заседании у вас присутствуют и вы подгружаете список по присутствующим означает дело все в том что екатерина литин дело все в том что у нас публичная защита у нас есть обязательные люди такие как которые необходимо присутствовать такие как члены совета и которые участвуют голосование есть которые не совсем обязательные но и они не участвуют но они могут присутствовать поэтому мне тимс мне не очень как бы где не даст никакого результата там будут все подряд и оппоненты что они зарегистрировались да это тоже мне надо потому что мне нужно показать что у меня процедура соблюдена но когда мы говорим про голосование мне важно что проголосовали именно те члены совета которые присутствуют данных на данном конкретном заседании вот поэтому может быть такое вот разделение понятно но просто смотрите список тех кто голосует в вашем случае это присутствующие или там и те люди которые не присутствуют он формируется до загрузки в систему от этого списка вы увидите какое количество людей проголосовала без идентификации этого пользователя от отсюда собственно и высчитывается явка но еще раз повторюсь список тех вы же сами сказали что список тех кто должен проголосовать у нас формируется непосредственно на самом заседании зачем дополнительно его скачивать из системы я не очень понимаю сценарий как бы но дело все в том что когда у нас процедура очная у нас получается два как бы два два явочных листа первый явочный лист те кто присутствует через членов диссертационного совета а второе этот те кто получили бюллетене и кто проголосовали не бывает такое что на заседании диссертационного совета у меня один человек уходит и у меня к ворум теряется а если к ворум теряется у меня голосование не не является правомочным здесь может получиться такая же ситуация у меня пришли там 30 человек моего диссертационного совета да все пришли но проголосовали из них не 30 человека проголосовала там 28 куда делись еще два голоса у меня вот этот будет вопрос они не проголосовали почему потому что ушли потому что не смогли подключиться потому что не смогли нажать на кнопку или еще какая нибудь причина или просто не захотели но меня конкретно сейчас конкретно волнует как я должна обеспечить к ворум чтобы у меня и процедура прошла голосование и была пригодна для данного заседания вот о чем речь идет понятно ну смотрите вот если у вас случилась такая ситуация что проголосовал 28 человек из 30 и для вас это не к ворум вам нужно чтобы проголосовала все 30 значит нужно повторно еще раз завести это голосование вы признаете результаты этого голосования недействительно потому что вы считаете что к ворум не состоялся и проводите повторно это голосование с просьбой всех участников проголосовать принять участие в этом голосовании но наверное к вам поступит обратно связи от тех двоих кто кто не проголосовал в этом о том, что у них случились какие-то технические проблемы. Там нужно будет посмотреть, действительно ли они случились, или просто люди решили не голосовать. Ну да, понятно. А может быть такое, что люди не смогут проголосовать, что какая-то из клавиш, то есть было ли такое, что какая-то из клавиши не рабочая? Вот я прислала им голосование, да? А у них оно не подключается, или такого не бывает? Вы знаете, вот с большой вероятностью такого быть не должно. И наша система как бы это предусматривает. Чтобы кто-то чего-то не получил, ну, наверное, можно как-то проверить, спросить, предоставить. Почему? То есть как бы система регистрирует абсолютно все имейл-адреса, им в обязательном порядке будут направлены письма. Они не могут никуда-то не дойти, деться куда-то. Это, там, этого невозможно сейчас. А можно вопрос, Екатерина, по ходу? Я так полагаю, что все-таки мы остановились на том, что нам необходимо будет загружать список тех лиц, которые присутствуют. Явно мы их видим, что они существуют, они есть, они подключились. Если это так, возникает вопрос, их может быть много, и человек, редактируя CSV-файл, может ошибиться, может там не того выбросить, ну, это же просто перечень, какая-то ошибка может произойти. Можно ли сделать следующим образом, ну, как идея? Мы предварительно загружаем перечень всех людей в ваше голосование, но не запускаем его. Загрузили. Система распознает, что там, например, 50 человек. И если кто-то не пришел из этих 50, а на списке МИХВУ, это мы просто галочку, либо, не знаю, корзинку нажимаем, либо галочку снимаем, что этот человек не пришел, он не участвует, ему не надо делать рассылку. Понимаете, о чем речь идет? То есть, чтобы человек не вручную это все редактировал, а потом подгружал в файл, а из списка просто, который уже ранее был загружен, выбрал тех людей, с которыми не работают, с которыми не явились. Да, это было бы хорошо. Вы имеете, ну, давайте, вот смотрите, ваше пожелание там по каким-то доработкам, давайте, наверное, обсуждать отдельно, там, сегодня встреча по поводу обучения. То, о чем вы говорите, списочное голосование, где к одному бюллетеню применяется один и тот же список, это можно обсудить отдельно. Нет, я о другом сказал, они, вероятно, не поняли меня. Я сейчас говорю о том, что мы заранее загружаем в список людей, которым будет рассылаться ссылка на голосование, но мы же не знаем, кто придет, кто будет на этом голосовании, а во время голосования чего-то редактировать, когда у тебя времени мало, можно допустить ошибку. А так как у нас весь перечень людей будет, которым ссылку нужно отправить, мы просто из списка убираем тех, ну, галочку снимаем с тех, кто не пришел, и запускаем голосование. Рассылка пошла всем, кто, собственно, остался у нас. Тогда, да, смотрите, тогда вам нужно, ну, вот вы загрузили какой-то некий список, голосование не запустили, в момент голосования поняли, что у вас список поменялся, вам придется этот список удалить и подгрузить новый список. В системе списки не редактируются. Кать, Кать, а теперь остановитесь. Мы загрузили список полностью. Вот полный список мы загрузили всех 50 человек, которые планируются, они должны были бы быть на этом мероприятии. Система ваша поняла, что вот видите, у вас написано 48 избирателей, да, вот вы видите сейчас напротив файла. Я нажимаю на этих 48 избирателей, это кликабельную ссылочку сделать, у нас появляется перечень этих 48 избирателей, и я из списка, который вот из этого перечня, просто убираю тех, кто не явился, и нажимаю отправить, создать голосование. Все, ушло только тем, там, 45. Мне не нужно будет конкретировать файл, чего-то менять в ППХ. Я просто выбрал, убрал тех, кто не явился. Так же проще, и, наверное, удобнее будет всем. Да, я вас понимаю прекрасно, поэтому я предлагаю доработки какого-то функционала обсуждать отдельно. Так, коллеги, позвольте я скажу еще то, что на самом деле уже звучало, поскольку мы все гуляем вокруг особенной точки, связанной с моментом регистрации. Решение очень простое. Значит, начинается любое собрание регистрационного совета или ученого совета. Если кворум имеется, то председатель открывает собрание. Если его нет, значит его нет. Но для нас принципиально в момент голосования будет ли кворум или не будет кворум, просто решается очень просто. Мы раздали бюллетени, разослали бюллетени заранее. Каждый имеет возможность включиться в голосование и обеспечить нужный кворум. Понимаете? Поэтому, Катя, если вы нам дадите возможность получить список тех, кто проголосовал, проблема снимается однозначно. И нам не надо путаться, по ходу дела корректировать списки. Отправили, кто проголосовал, мы видим, кто проголосовал, и дальше подводим итоги. Повторное голосование должно быть предусмотрено положением. Скажем, об ученом совете университета, я могу сказать, что повторное голосование предусмотрено по другому поводу, а повторно запускать голосование в электронном виде, это другая процедура. Я думаю, что Екатерина Николаевна тоже усмотрела в этом некую особенность, которую надо обсуждать отдельно. Хорошо. У нас тоже повторное голосование влечет за собой кучу неприятностей. Конечно. Поэтому, коллеги, вот мы нашли особенную точку для всех нас. Она решается, снимается очень просто. Как я сказал, дайте, пожалуйста, нам возможность распечатать фамилии тех лиц, которые приняли участие в голосовании. Все остальное делается автоматически. Без повторного голосования. Хорошо, я уточню этот момент и вернусь. Катерина, можно, Алексей, можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, когда выводится голосование по результатам проголосовавших, 100% это из того списка, который мы загрузили, показывается голосование, или это голосование из, ну, наверное, из того списка, который мы загрузили, да? Да, верно. Понятно, спасибо. А загружаем мы список всех участников, которые должны были бы быть по максимуму. Я же правильно понял? Конечно, по всему списку. По всему списку. Да, но голосование мы запускаем только тогда, когда мы убрали оттуда людей, которые не являются, то есть, которые не пришли. Вот еще мы опять повторяемся мы снова в том же вопросе. Зачем? Зачем нам удалять? Как я могу удалить, когда через три секунды он вернулся снова? Понимаете? Нет, подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. У меня просто голосование считается состоявшимся, если проголосовало от список от присутствующих, две третих от присутствующих. А в каком ученом совете по-другому? Те же самые требования? Две третих от присутствующих? Нет, от списочного состава. А у меня от присутствующих? Нет, нет, сейчас одну секунду. Итак, об ученом совете университета. Кворум имеется, если две третих приняли участие по званиям. Понятно. Я еще раз повторюсь, что тот список, который вы подгружаете, в зависимости от ваших внутренних процедур, присутствующие, или это состав, на базе этого списка высчитывается непосредственно явкой тот самый процент, который вы хотите увидеть, он будет высчитан от того списка, который вы загрузили. Верно. Дайте нам список проголосовавших, и все остальное мы почитаем при проблеме. Катерина Алексеевна, простите, ради бога, это опять Дробышева. Еще раз для понимания. Тот список, который я загрузила, для голосования. И он же выдает мне, соотношение он выдает от этого списка. Да, все верно. Все, хорошо, спасибо. Екатерина Алексеевна, Екатерина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а с какой даты начнет работать данная система тайного голосования? Потому что, например, наше подразделение планирует 18 мая проводить заседание ученого совета, вот в 11 часов. Планировалось выдать учетные записи, первичный список организаторов сегодня, где-то после 15.30. Спасибо большое. И еще вот вопрос к Екатерине Николаевне. Скажите, пожалуйста, я так и не поняла по поводу личных почт, потому что у нас два члена ученого совета, они являются сотрудниками РУДН, а сторонними сотрудниками. Я данные почты также передавала Виктору Федоровичу, когда отправляла список ученого совета. Мы их можем по личным почтам подключать? Или нам нужно как-то ждать, пока будут созданы им корпоративные почты? Потому что, насколько я поняла, данная система позволяет принять участие в голосовании с помощью личной почты. Технически и юридически мы можем их подключать, но для того, чтобы я вам однозначно сказала, будет ли предусмотрен такой порядок, мы должны это записать в наши нормативные документы. Я не знаю, вы пропустили половину голосования, половину собрания нашего. Я слышала, вы сказали, что будет ученый совет в вашем деле. И только после этого вы сможете сказать данный, ну, осветить правила, так скажем, которые мы считаем. Если вы имеете возможность проводить голосование с использованием системы по листам, нужно принять наш внутренний нормативный документ. Он будет принят, я надеюсь, в понедельник на ученом совете. У вас когда ученый совет? Вот у нас ученый совет на 18-е как раз таки назначен на 11 часов, поэтому меня этот вопрос очень интересует. 11 часов? Да. До 11 часов я не думаю, что будет регламент. Подскажите, пожалуйста, нам как тогда придется переносить заседание на другой день? Я думаю, что вам лучше перенести или сдвинуть по времени на понедельник либо на другой день. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Екатерина Алексеевна, у меня вопрос. Да-да. Вот мы когда с вами прорабатывали варианты голосования, в частности, формирование бюллетеней, в том случае, когда у нас на одну должность идет несколько кандидатов, предусматривали, соответственно, в вариантах выбора голосования фамилии. И у голосующего будет возможность проголосовать за того или иного кандидата. А если у голосующего нет намерения голосовать ни одного из них, как он может реализовать свое право голоса для того, чтобы система в конечном итоге не посчитала его неголосующим? Можно добавить последнюю опцию после всех фамилий воздержался от голосования и тогда человек... Или против всех. Против всех, например. Ну да, или против всех. И тогда участник голосования сможет выбрать эту опцию и отдать за нее свой голос. Таким образом, система распознает, что он вот таким образом осуществил свой голос. Ну, коллеги, вот здесь в чате Лапшин Иван Евгеньевич и Нарбоева и Елена Церемпиловна затрагивали, я так поняла, именно такие ситуации. Скажите, вот такой ответ, такой вариант он удовлетворяет вашу ситуацию описания в чате? Дайте обратную связь, пожалуйста, Иван Евгеньевич. Да, спасибо, я думаю, что да, спасибо. Хорошо, Екатерина Алексеевна, а как скоро это можно... А, это просто сам организатор голосования должен будет добавить такую позицию, да? Да, все верно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, еще, а технологически возможно при, опять же, при формировании бюллетеней по первому варианту против каждой фамилии еще предусматривать, ну, типа, под опции, под варианты, типа, да, нет? Ну, в текущей версии ее нет, но, как я уже сказала, если требуются какие-то доработки системы, это все можно обсудить отдельно. И обсудить подробно ваши сценарии использования. Хорошо. Это скажете на нашем контракте? Скорее всего, да. Спасибо. Екатерина Алексеевна, Екатерина Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот мы планировали, что сегодня после учебы коллеги проведут как бы пробные, если, но получается, что у нас пока нет этих ключей, да? Учетных записей, так? Пока они не смотрят. Ну, там планировали мы с 16, по-моему, или с 14 до 16. Вы когда ключи передадите сегодня? После 15. Да, смотрите, ключи уже готовы, я бы вам передала их после 15.00. Хорошо. Коллега, тогда слышите все, да? После 15.00, сразу, когда мы их получим, мы передадим всем вам на ваши почты корпоративные эти ключи. Вот. А второй вопрос у меня такой. Вот мы в понедельник будем проводить заседание Большого ученого совета, и многие, конечно, вот сегодня говорили, коллеги, отложили уже свои советы для того, чтобы воспользоваться этой системой и провести заседание. Скажите, пожалуйста, а возможно ли, ну, может быть, сегодня вот все после того, как получат ключи, попробуют провести сами, потренироваться, можно ли с вами будет сегодня вот после 15.00 коллегам связываться и какие-то вопросы задавать, когда что-то у них не будет решаться. Ну, и последний вопрос, Владимир Михайлович, поскольку здесь, вот, Владимир Михайлович, как нам, может, мы тоже проведем сегодня вечером такое голосование по Большому ученому совету? Я могу сказать одно, что в традиционном плане, когда мы готовим заседание ученого совета, я минимум 3-4 часа трачу на то, чтобы проверить каждый бюллетень, который пойдет на распечатку. Мы прованы, мы же не будем, мы наоборот там занесем. Виктор, для нас с вами очень принципиальный вопрос. Мы в понедельник устраиваем голосование или идем плавным ходом? Вначале обсуждаем регламент, утверждаем его, а затем, имея регламент на руках, подготовив все остальное, идем на голосование через день, второй, снова. Это принципиальный вопрос. Тренироваться надо сегодня, конечно. Но вопрос в понедельник. Давайте так попробуем. Я ведь вынести все кандидатуры могу, а проголосовать мы можем через день-два, как вы предлагаете. Да, разумеется. Вот, поэтому, наверное, кандидатуры выносить нужно. Уже нельзя, потому что будет очень много набираться. Вот, поэтому я... Да, пожалуйста, это можно сделать, да. Но еще раз повторюсь, Виктор Федорович, огромная работа, я не знаю, видите ли вы ее, подготовить бюллетени, загрузить в систему. Это очень ответственная работа, потому что там вместо Михаила не должен быть Максим, как вы понимаете, да? А в спешке такие вещи могут быть, какие-то модные студии к основанию для того, чтобы оспорить результаты голосования. Не за меня голосовали, я не Максим, я не Хаил. Можно я здесь добавлю? Просто, смотрите, вам, наверное, где-то как-то кажется, что система там очень сложная. Если вы... Если вы... Смотрите, если вы заметили, я просто прекрасно понимаю, создание бюллетеней для голосования вот с момента, с 12.05, у меня заняло 20 минут, вы потом можете это проверить. Два бюллетеня с моим долгим рассказом на эту тему. Я понимаю, что тяжело как-то там начинать работать с системами, но мы там готовы вам помочь. И Виктор Федорович спросил, можно ли... Но мы должны прописать без всякой ошибочки фамилиями и отчествами. Вы, как говорится, набирали любого. Иванова, Сидорова, пятый, десятый. Вам не важно было, какие у него инициалы стоят. Второе. Точное название кафедры или департамента, по которому он избирается. Не должно быть ошибок и тому подобное. Иначе это тонкие моменты, понимаете? Я понимаю, но такие же моменты у вас есть в случаях с бумажными бюллетенями. Поэтому я считаю, что процесс ваш никак не изменится. И наша платформа, наоборот, только должна помочь вам сделать это все проще и быстрее. Я повторяю внимание на том, что это требует как минимум 3-4 часа времени только для проверки, понимаете? Плюс вносить нужно. Я со своей стороны, Виктор Федорович, вы попросили там моей помощи первое время помогать вашим коллегам с голосованиями. Да, можно мне написать. Я в первое время помогу и поддержу, как быстрее и проще создать голосование. Можете мою почту дать. Скажите, пожалуйста, когда вы демонстрировали работу с программой, я заметила, вы какие-то детали копировали. Скажите, пожалуйста, можно любой практически ячейку заполнять путем копирования? Да, если вы выбираете кнопку дублировать бюллетень, все заполненные поля автоматически копируются в новый бюллетень. Нет, речь не о том. Я подготовила все уже для голосования в Ворде. И я из Ворда могу совершенно спокойно копировать и вставлять в ваши ячейки. Да, совершенно верно. Либо вы можете... То есть я проверяю свой Ворд, а потом автоматически загоняю для каждого человека отдельный бюллетень. Да, совершенно верно. Вы можете сделать так. Коллеги, я думаю, что, наверное, самое важное попробовать один раз. Много прояснится и много мы поймем. Я думаю, наверное, нужно сегодня пробовать вот эту тренировку. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее, думаю, что пойдут уже и результаты, и легче нам будет наоборот, наверное, даже, чем при том традиционном голосовании. Вот Екатерина Алексеевна, вчера мы беседовали, и она сказала мне такой факт. Когда я сказал, что, вы знаете, ну, сейчас, наверное, вот там будет до конца этого учебного года мы будем проводить, может быть, еще там сентябрь, октябрь, а потом, наверное, мы перейдем на традиционные наши способы голосования. Она сказала мне, что те, кто уже применил эту систему, фактически никто не отказывается. То есть уже работают в этой системе, и никто больше не переходит обратно на традиционную нашу систему вручную, на бумаги и так далее. Нековерный сценарий, правильно я говорю, нет? Да, совершенно верно. И там, я повторюсь, что если каких-то сценариев сейчас вам не хватает, и они у вас, ну, понятно, что у каждого заказчика свои, своя методология, свои регламенты, свои процессы, ну, это все можно обсудить, и, ну, в конечном варианте дополнить систему и сделать ее максимально соответствующей вашим требованиям. Катерина Алексеевна Казакова, скажите, пожалуйста, после того, как будут выданы ключи и пароли от кабинета, как будем рассылать инструкцию по работе? Ну, я предполагала, что там, это ваш внутренний процесс, там, инструкция с моей стороны, она передана в вашу сторону, и вы можете просто разослать ее всем участникам. Но если... Нужно сказать, мы можем это сделать. Если вы хотите, чтобы я это осуществила, там, у меня в целом есть список всех приглашенных, и по итогам сегодняшнего обучения я могу инструкцию, вот, которая, версия, которая у меня есть, отправить всем участникам. Да, вот можно именно в тот момент, когда вы будете предоставлять логины, пароли, также разослать инструкцию в том варианте, в котором мы последние с вами смотрели. Хорошо. Екатерина Алексеевна, скажите... Я прошу прощения, Екатерина Алексеевна, скажите, пожалуйста, мы можем разместить, допустим, на сайте диссертационных советов вот эту вот инструкцию, или это нам запрещено? А у вас сайт с открытым доступом вовне или нет? Да, с открытым доступом вовне. Ну, если вы хотите, чтобы кто-то знал ваши внутренние процедуры, то можете, но я бы не рекомендовала. Понятно, хорошо, спасибо. Если у вас... Да, прошу прощения. Екатерина Николаевна, у вас там... Да-да, Олеся, да. Я, Екатерина Николаевна, у вас там прозвучало очень хорошее предложение. Вы еще будете просто общаться с разработчиками. Вы просили, что есть когда список фамилий, можно ли добавить опцию напротив, за и против. Это бы очень нам облегчило задачу, потому что мы тогда бы могли бы всех претендентов в одно голосование, в один бюллетень, как это у нас обычно происходит. Я понимаю, что вот за ближайшую неделю это нереально, но так как мы планируем дальше работать с этим приложением, можно обсудить все-таки такую возможность, что одно голосование – это один большой бюллетень, в котором вот фамилия Иванов-Петров-Сидоров, напротив него, запротив, в ячейку Иванов-Петров-Сидоров я могу вписать и должность, и ставку, и полные фамилии, имя, отчество, и кафедру. В принципе, это было бы очень удобно. Олеся Александровна, давайте вот мы обсудим этот вопрос отдельно в рабочем порядке, потому что, честно говоря, мне непонятно, как можно делать один общий бюллетень. У нас бюллетень делается на должность. У нас когда в печатном виде один бюллетень, и там отдельно каждый человек прописан. Мы выдаем фактически одну бумажку. Это просто форма подачи. У вас просто форма подачи. Фактически у вас бюллетень, количество бюллетеней соответствует количеству позиций для голосования. Да, да, так и есть. Ну вот тут это тоже. Еще один момент. Форма бюллетеней на самом деле у нас абсолютно ретина. И можем ли мы отправить ее так по ходу дела? Это вопрос. Да, Владимир Михайлович, вы правы, да? Форма утверждена, и если бюллетень не будет другой, форма недействительная. Ученому звание она утверждена в министерской инструкции, мы не можем никак это идти ни влево, ни влево, ни влево. Там, за, против. Ну, ты мне тоже утверждена. Ну, на самом деле, бюллетень, коллег на факультетах меньше волнуют вопросы представления к ученым званиям. Массовость процедуры касается именно конкурсных вопросов. Что касается бюллетеней, то в настоящее время документы Министерства образования, они никакой формы бюллетеня нам не предлагают, в отличие от тех, которые действовали в 2002 году. Поэтому форму бюллетеня мы можем... Я помню выступление на ученом совете, когда вы приложили к этой процедуре формат бюллетеня, и мы ориентировались на нее. Безусловно, но мы можем ее поменять. Жизнь, видите, меняется. Это разговор. Но пока не поменяли, действуем по-старому. Это так. Ну, это тоже можно обсудить отдельно в рабочем порядке. Сейчас нужно начать работу уже тем, что имеем. А дальше уже какие-то коррективы мы будем вносить в зависимости от потребностей. Ну, это верно. Это верно, да. А можно вопрос? А у вас этот бюллетень описывает бумажный бюллетень или любой бюллетень? Ну, у нас, если говорить о нормативной базе, конечно, у нас нигде не написано, что бюллетень формируется на отдельном листе, на физическом носителе. То есть просто бюллетень. Я просто подумала, может быть, как-то разграничить есть в электронном формате, есть в бумажном формате. Ну, хорошо. На этом мы будем думать, это уже наши вопросы. Я, наверное, быстро сейчас тогда в чате, может быть, пройдусь по вопросам, хотя многие из них были озвучены голосом. Да, Екатеринская, пожалуйста, пройдите, поскольку много вопросов. Не все отвечены, есть новые. Пожалуйста, будьте добры. Вопрос. Данный программный продукт работает на Маке? Вы можете заходить с любого устройства, главное иметь браузер и иметь доступ в интернет. Ссылку на страницу организаторов я обозначила, и она также обозначается в инструкции, так что вы можете использовать с любого устройства. По поводу моментов, что на почту не приходило голосование, я уже сказала, что не все списки, не все участники, которые сегодня присутствуют, они не все были внесены в список, который я подгружала. Скажите, пожалуйста, если дублировать голосование, не нужно ли будет каждый раз подгружать список голосующих на должность? Нужно, потому что предполагается, что список голосующих может поменяться. По ключам вопрос, понятно, поднимался, мы предоставим вам сегодня в течение дня. Постараемся как можно быстрее, там, к 15.00 это сделать. При создании бюллетеней как можно увидеть, сколько бюллетеней подготовлено? Все бюллетени отображаются у вас в панели меню слева, можете увидеть, сколько у вас бюллетеней подготовлено. Ну, дальше идет обсуждение, в общем-то, списков, которые нужно подгружать. Мы с вами довольно долго этот вопрос обсуждали. Если есть какие-то еще вопросы, давайте уже голосом отвечу, потому что так вижу, что больше каких-то вопросов именно по системе нет. Екатерина Алексеевна, можно, это Дробышева, можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, я как директор ДАНС могу с одного ключа работать на несколько диссертационных советов, создавая им процедуру голосования? Вы можете воспользоваться одним ключом для входа, но мне нужно уточнить, могут ли единовременно использовать этот ключ, там, несколько участников. Плюс имейте в виду, что система может запросить подтверждение того, что вы являетесь владельцем этого ключа, а подтверждение осуществляется через электронную почту, то есть учетная запись привязана именно к ней. Поэтому все-таки... Меня не этот вопрос волнует. То, что это буду делать я и не буду передавать кому-то другому, это не в этом вопрос. Вопрос в том, что могу ли я с одного ключа организовывать голосование, допустим, совету по философии, по филологии и по, там, медицинским наукам. Потому что ученый-секретарь у меня, собственно говоря, да, немного занят введением процедуры диссертационного совета, и подключать под голосование ему будет не очень удобно, и, скажем, будет уходить очень много времени. А я как наблюдатель, который должен присутствовать на заседании в онлайн-режиме, могу ли я это осуществлять? Ну, любой человек может создать любой электронный бюллетень. Если вам нужно создавать его для нескольких факультетов, ну, никаких ограничений в панели организаторной это нет. То есть это скорее определяется вашим внутренним регламентом, кто создает, за какие факультеты, там, какие голосования. Екатерина Алексеевна, извините. Я, вы знаете, что Лилиана Валерьевна говорит. Вот, например, сидим на диссертационном совете. Есть секретарь, вот, там, председатель и так далее. Говорится о том, что может быть какой-то помощник рядом с секретарем, ну, например, который в IT разбирается, помогать быстро вот это делать, списки, рассылку и так далее. Вот это, я думаю, что это, да, Лилиана Валерьевна, правильно? Такой вариант? Собственно говоря, да, это я и хотела, потому что ученый-секретарь будет занят. Ему некогда будет подключать почты членов совета в ходе заседания диссертационного совета. У нас и так эта процедура растянута во времени, и как бы удлинять ее это будет очень долго и не очень хорошо, наверное. Ну, вот поэтому я и думаю, там, еще какие-то варианты, чтобы помочь. Екатерина Алексеевна. Понимаю, но скорее, опять же, смотрите, ну, это ваш как бы внутренний процесс. Я не знаю процедуру, как вам удобнее. Ну, если помощник имеет доступ, имеет учетную запись, да, он может заходить и создавать голосование на базе того, что ему транслирует ученый-секретарь в работе там совместно с ним. Екатерина Алексеевна, я сейчас еще раз уточню, более, может быть, проще скажу. Вот когда мы собирались сегодня, даже вчера, вот когда, помните, списки нам высылали, то практически все руководители декана, директора института или факультетов декана, они просили включить еще по одному, так сказать, техническому работнику, который бы прошел обучение и мог бы как раз помогать секретарю, диссовета или ученого совета, вот это делать. Я понимаю, что это возможно, это реально, это наше право. То есть он будет сидеть там же тоже рядышком и будет оказывать техническую помощь. Правильно? Можно же так? Наверное, да. Ну, насчет рядышком сидеть не знаю, если мы все на удаленке. Просто, наверное, речь идет о том, что он присутствует на заседании и выполняет роль именно технического помощника. Но в таком случае мы тогда должны... Ну, да. Просто может это быть один и тот же... У меня вопрос-то конкретный. Может ли это быть один и тот же человек, который будет, допустим, у меня в трех советах, ну, грубо говоря, там по русскому языку и по ухо-горло-нос специальности. Леонид Валерьевна, я думаю, что может. Он просто будет создавать голосование и подгружать разные списки. Разные списки советов. Он сидит и список для одного голосования одного совета членов подгружает для второго голосования, для второго. То есть это может делать один человек. По учетной записи того совета, правильно? Да нет. Вот я поэтому и спрашиваю, что учетная... Нет, нет, а это не зависит от учетной записи. Это технический вопрос. Вы просто зашли под ключом в эту программу Полис, создаете голосование и подгружаете список членов диссертационного совета. Им улетает это голосование. Потом другого совета. То есть не имеет значения, под какой запись вы вошли. Я вот могу вам, в принципе, тоже помочь. Да, так и есть. У нас нет непривязанного, что какой-то конкретный человек имеет ограничения, по кому и по каким факультетам он создает электронные бюллетени. Хорошо, спасибо. Екатерина Алексеевна, можно еще вопрос? Вот как раз таки технический. Ранее вы сказали, что этот ключ можно, допустим, передать помощнику. Я правильно понимаю? Тот же самый, не создавая дополнительного ключа для другого человека. Ну, смотрите, это не рекомендуется, потому что я вам еще раз говорю, что каждый ключ привязан к электронной почте. То есть у организатора может быть запрошено подтверждение того, что этот ключ принадлежит ему. А для подтверждения потребуется почта, доступ в корпоративную почту, которую другой человек, естественно, иметь не будет. Но если сам организатор подтвердит такой, скажем, доступ? Ну да, но это усложнит вам работу с этой системой. Понятно, но технически можно и такую процедуру организовать, да? Да, при тех условиях, которые я озвучила, что сам владелец может подтвердить, что это действительно его ключ. А два человека одновременно с этого ключа заходить не могут, правильно? Нет. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Екатерина Алексеевна, ну, если вопросов больше нет, ну, может быть, тогда мы ждем ключи, передаем, и тогда, уважаемые коллеги, кто хотел бы сегодня провести пробное... Владимир Михайлович, нам обязательно же надо провести сегодня, правильно? Потренироваться. Ясно, что в понедельник мы, скорее всего, не будем голосовать еще, но давайте потренируемся, а вдруг получится все нормальное, и мы проведем это голосование. Вначале Екатерина Николаевна регламент утвердит, ну, примем регламент, все документы, которые, как вы правильно сказали, может быть электронный бюллетень, тоже принимать решение об утверждении. То есть подготовимся нормативно, и тогда примем решение, как быть... А людей выносить, наверное, будем, потому что, ну, в следующий раз проведем голосование. В этом ничего не страшного. Давайте голосовать на завтра. Ваша команда готова к тому, чтобы представить кандидатуры? Да, конечно. Давайте на завтра голосование. Владимир Михайлович, мы были готовы еще неделю назад, что Владимир Михайлович попросил убрать там, где два кандидата на одно место, вот мы уберем, вот, на всякий случай. А так все готово. Сейчас я позвоню Владу, и он перешлет все документы. Они были готовы неделю назад. Потому что я с ректором всегда говорил на эту тему, я сказал ему примера так, что по итогам нашего обучения сегодня мы примем решение, как быть в понедельник. Но вопрос Казаковой будет стоять первым. Утверждение нового уклада. Ну, естественно. Так иду. Да, без этого нельзя. Вначале нужно все принять, а потом можно делать. Хорошо. Итак, сегодня тренируемся. Я там Зуева прошу. Рейте со мной на связи. Нет, Владимир Михайлович, у меня нет протокола в кадровой политике. Как я могу написать, например, в рекомендациях? Рекомендован, не рекомендован? Сейчас вам протоколы будут через пять минут. Хорошо. Ну, вот, имея необходимый материал, мы начнем эту подготовку. Хорошо, спасибо. Екатерина Алексеевна, а можно вам по телефону еще задать несколько вопросов относительно диссертационных советов? Да, пожалуйста. Да. Уважаемые коллеги, давайте тогда так. Если вопросов больше нет, огромное спасибо Екатерине Алексеевне. Она еще сегодня будет нас консультировать. Наверняка много будет вопросов. Вот, поэтому мы благодарим заранее и за будущую работу. Вот, а сейчас тогда просьба всем, мы как только ключи получаем, вам рассылаем и будем тренироваться. Хорошо? Виктор Федорович, маленькая ремарка. Да. Екатерина Алексеевна сказала, что наши дополнительные запросы будут приняты, если они будут оплачены. Но я должен сказать и другое. Сегодня поступило очень много предложений, которые позволяют совершенствовать систему, и фирма Каспиевского могла бы оплатить эти услуги нам. Это шутка, конечно, но ни доля правды есть. Вы имеете в виду, что для распространения... Поддерживают. Для совершенства системы много предложений сегодня поступило, очень разумных. Согласна с вами, мы их обсудим. Я предлагаю оплатить за идеи. Хорошо. Ну что, коллеги, завершаем, да? Екатерина Алексеевна, ваши последние слова. Давайте тогда выходим, начинаем заниматься другим делом. Да, спасибо большое вам за участие. В ближайшее время с моей стороны будут высланы ключи организаторам первые. Также сейчас продублирую инструкцию и запись сегодняшней встречи. Спасибо большое. Все, тогда спасибо. Всем хорошего дня. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Всем до свидания. Всем до свидания. Спасибо большое. Всем доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok